Всем привет! Мы возвращаемся к Windows 11 и сегодня хотелось бы поговорить об установке Android приложений в операционной системе. Новая Windows 11 реализовала это сполна и теперь мы можем официально устанавливать Android APK приложение прямо на ваш компьютер. Ранее нам приходилось для этого использовать сложные эмуляторы, такие как BlueStacks. В этом ролике я хочу разобрать все возможные варианты установки Android приложений, в том числе и Google Play. Хочу начать с того, что у нас есть самый первый и самый простой способ, это официальный доступ к Android приложениям и он доступен нам через приложение Microsoft Store. То есть мы можем зайти в магазин Microsoft и установить любое из понравившихся нам приложений, но их очень мало, так как эти приложения берутся из Amazon App Store, а там, как нам известно, их очень мало. Для получения любого из приложений Microsoft Store просто ищем необходимое, затем жмем кнопку «Получить». После чего приложение будет полностью доступно, как и другие программы Windows, то есть мы можем его открывать с помощью ярлыка, также удалять и производить другие манипуляции. Приложение, кстати, открывается в отдельном окошке, что очень удобно. Точно так же, как и другие программы и приложения Microsoft, мы можем удалять и приложения Android. Находим их в программах и компонентах и просто удаляем. Что же делать, если вдруг необходимого вам приложения нет в списке Microsoft Store? Есть иные способы установки приложения APK, то есть даже сторонних, которые располагаются на различных сайтах, мы можем просто скачивать приложения в формате APK и затем устанавливать их. Есть определенный метод установки с помощью консолей и приложения Windows Subsystem for Android. Итак, прежде чем мы приступим к установке Windows Subsystem for Android, нам нужно выполнить некоторые манипуляции и выяснить информацию. А именно информацию о наличии виртуализации на вашем компьютере, поддерживает ли он ее и включена ли она. Для этого нам понадобится диспетчер задач. Переходим в диспетчер задач. Открываем вкладку производительность, выбираем ЦП и смотрим вот сюда. Здесь у меня включено. Если у вас отключено, то вам необходимо перейти в ваш BIOS, то есть перезагружаем компьютер, заходим в BIOS и там нужно включить виртуализацию. Как правило, все современные более-менее компьютеры поддерживают виртуализацию. Даже очень сложно сказать, насколько должен быть старый компьютер, чтобы он ее не поддерживал. Но, если он ее не поддерживает, то Windows Subsystem for Android у вас работать не будет, так что можете про это забыть. Как включить виртуализацию именно в вашем BIOS можно поискать в интернете. Информации куча. Далее открываем поиск на панели задач. Пишем следующее. Включение или отключение компонентов Windows. Переходим сюда. Листаем вниз. Находим здесь пункт платформы виртуальной машины. Ставим галочку и нажимаем ОК. Это нужно сделать обязательно. Далее необходимо перезапустить ПК. Далее нам понадобится скачать образ самого Windows Subsystem. Для этого нам понадобится вот такой самодельный сайт с поиском. Сюда вставляем вот такую вот ссылочку. Все оставлю в описании. Далее нажимаем галочку. Здесь в списке находим определенную ссылочку на приложение. В моем случае вот она. Нам нужен формат MSI, то есть образ. Самая нижняя ссылочка в моем случае. Нажимаем на нее. Так, ребят, если здесь возникнет какая-то проблема и не будет начинаться загрузка, я еще одну ссылочку на диск онлайн оставлю здесь. Есть этот файлик, скачайте его без проблем. Все смотрите в описании. Итак, приложение скачано. Нам понадобятся некоторые команды и строка PowerShell. Запущен от имени администратора. И вводим команду, где добавление приложения и указан путь к приложению. Где же взять путь к приложению в вашем компьютере? Допустим, он у вас на рабочем столе. Нажимаем правой кнопкой мыши. Показать дополнительные настройки. И копировать как путь ищем. Скопировали. Теперь можно прямо в блокнотике, который я также оставлю в описании, ввести сюда путь. Так, кавычки все-таки должны быть одинарные. Удаляем лишние кавычки. Теперь копируем всю строку. И вставляем сюда. Вы можете наблюдать процесс установки. Если все будет благополучно, то приступаем к следующему шагу. Итак, если все у вас прошло успешно, закончилась распаковка приложения, открываем меню пуск, и здесь мы увидим Windows App System for Android. Значит, все прошло успешно. Если в процессе установки вы получили бы вот такую вот ошибку, то нужно будет ввести вот такую вот команду. А затем повторить ввод установки приложения. Так как Android приложения устанавливаются лишь из Amazon Store. А это значит, что там малое количество проверенных приложений. И для того, чтобы мы могли устанавливать любой APK-файл из интернета, нам понадобятся определенные методы. Есть способ установки с помощью консоли, более сложный, и есть более простой с помощью приложения BCA Tools, который мы можем найти в Microsoft Store. Я покажу оба по очереди. Но этот этап, что мы проделали с установкой Windows App System for Android, он обязателен в обоих случаях. Также позже разберем, как установить Google Play на ваш компьютер. Итак, чтобы установить APK-файлы на ваш компьютер, нам понадобится SDK Platform Tools. Скачать его можно по ссылочке в описании. Находим Download.cpk Platform Tools for Windows и скачем его. Он содержит в себе ADB-компонент. Он нам необходим. Итак, нажимаем Download. После загрузки Platform Tools, открываем его в архиве, переходим на диск C, распаковываем сюда эту папку. Следующим шагом открываем Windows App System for Android, включаем режим разработчика, нажимаем на файлы, ссылочку, происходит запуск Subsystem. Итак, далее нам понадобится IP-адрес, нажимаем обновить. Мы его позже будем использовать для подключения к подсистеме ADB. А пока здесь все. Следующим шагом давайте запустим командную строку. Мне в ней, допустим, удобнее работать. Запуск от имени админа. И сюда нужно сейчас будет ввести некоторые команды. Первой командой мы указываем путь к распакованной папке с Platform Tools. Далее нам понадобится тот самый IP-адрес, который мы с вами обновляли с помощью Subsystem. Копируем его. Вставляем место здесь указанного. Копируем эту команду. Вторую. И вставляем также в консоль. Далее у нас есть новая строка, в которой мы будем уже вводить установку приложений Android. Находим APK приложение, которое вам необходимо. Вот, кстати, есть интересный сайт. Оставлю ссылку в описании. Давайте, допустим, найдем что-нибудь интересное. Например, Twitter. И скачаем его. После загрузки приложения нам понадобится команда и понадобится путь к файлу. Как посмотреть путь, я уже говорил. Нажимаем правой кнопкой мыши на файле, показать дополнительные параметры и копировать как путь. Далее переходим в блокнотик с нашей командой. Заменяем вот это вот на наш путь. Кстати, чуть не забыл, если вы в каком-то ином формате скачали файл, то нужно его обязательно в APK переименовать. Далее повторить процедуру, если у вас не получилось. Обратите внимание, я попробовал еще одно приложение, потому что здесь у меня были некоторые ошибки, проблемы. Почему? Я сказал убрать кавычки. Нет, ребят, кавычки оставляем. То есть в кавычках путь. То есть как скопировали, так и вставили команду. Итак, после этого сообщения сакис, то есть выполнено, переходим в пуск. И что мы можем здесь наблюдать? Инстаграм. То есть я сейчас устанавливал инстаграм, и он без проблем появился. Вот такая вот инструкция с помощью командной строки. Как видите, приложение открылось в отдельном окошке, без проблем, можем создать аккаунт, войти. Все будет работать. Есть некий минус в использовании Android-приложения на компьютере. Почему-то ресурсы используются таким образом, что приложения достаточно серьезно лагают, особенно на ноутбуках. Так, ребята, обещал более простой способ. С помощью VCI Tools программы. Заходим в Microsoft Store. Программа там доступна. Найдя приложение VCI Tools, нажимаем «Получить». Итак, после установки открываем заново «Subsystem». Включаем режим разработчика, также запускаем файлы. Чтобы запустить виртуальную машину, сворачиваем, открываем приложение VCI Tools. Сразу нам предлагают выбрать APK-приложение для установки. То есть здесь в этой программе есть интерфейс, и это замечательно для новичков. Давайте скачаем еще одно приложение, и попробуем его установить уже с помощью VCI Tools. Итак, приложение предлагает нам установить ADB-приложение. Для этого давайте сначала на диске C создадим папку. Назовем ее ADB. Далее нажимаем «Install». «Select Folder», выбор папки. Убираем диск C. Папку ADB и «Install ADB here» нажимаем. После чего нам предлагают уже выбрать сам установочный файл APK. У меня он распакован на рабочем столе. И можем его выбрать, допустим, VK. Нажимаем кнопку «Install» и дожидаемся окончания установки. Вот такой простой способ у нас доступен с помощью приложения VCI Tools. Итак, с установкой приложения через Subsystem for Android мы разобрались. Есть некая проблема с установкой Google Play. Давайте уже к ней перейдем поскорее. В этом случае нам придется немножко помучиться, чтобы настроить возможность установки Google Play и его использования. Но для начала что нам нужно сделать? Для начала давайте перейдем в отключение компонентов. Поставим еще одну галочку. Вот здесь Hyper-V тоже ставим галочку. Также остается у нас галочка на платформе виртуальной машины. Нажимаем «Ок» и перезагружаем компьютер. Что делаем далее? Далее удаляем все приложения, связанные с VCI. То есть VCI Tools удаляем. Windows Subsystem for Android удаляем. Потому что мы будем скачивать новый и он будет модифицированный. Этот нам не нужен. Поэтому удаляем все связанное с Subsystem. Далее нам понадобится перейти в параметры Windows. Найти здесь «Конфициальности защита». Включить режим разработчика. Именно в Windows. Не в VCI, а в Windows. Включаем. Далее загружаем модифицированный VCI. Ссылочку оставлю в описании. Затем распаковываем архив с программой. Далее открываем снова PowerShell от имени администратора. Затем, прежде чем копировать команду для регистрации VCI, нам понадобится путь до нее. Открываем распакованную папку с модифицированным VCI. Ищем здесь вот такое вот название. Apex Mindfest XML. Нажимаем правой кнопкой мыши. Показать дополнительные параметры. Копировать как путь. И вставляем его здесь. Далее копируем нашу команду. И вставляем в PowerShell. Происходит операция установки. После чего в пуске мы можем наблюдать, как и ранее, Windows App System for Android. Только он включает в себя некоторые изменения. Далее, как мы и делали раньше, если вы не удалили этот пакет, то ничего не делаем. Если удаляли, то заново скачиваем SDK Platform Tools. Скачиваем, распаковываем ее в то же место на диске C. Вот в моем случае она находится. И переходим к следующему шагу. Далее вводим следующую команду для того, чтобы перейти в папку Platform Tools в PowerShell. Вводим для этого CD, C Platform Tools. И мы уже здесь. Далее открываем Windows App System. Далее включаем режим разработчика. Запускаем VCA с помощью этой кнопки. Как мы видим, начинается установка Google Play. Маркета. Также нам нужно здесь получить IP-адрес. Нажимаем Refresh. И затем переходим обратно в нашу строку PowerShell. Нужно будет еще законнектить ADB с этим IP-адресом, что мы сейчас и сделали. Итак, копируем отсюда IP-адрес. Переходим в следующую команду. Вставляем ее сюда. Копируем команду. Итак, в PowerShell, в отличие от консоли, нам необходимо добавить точку и наклонный слэш обратный. Копируем. И пробуем еще раз. Вот, все замечательно, все получилось. Кстати, обратите внимание, что в Google Play у нас уже установлен, точнее, PlayMarket. А теперь, чтобы авторизация в Google Play у нас была доступна, нам нужно выполнить несколько команд. Ссылку на блокнот с командами я оставлю в описании, поэтому не переживайте, копируйте, не забывайте, что в PowerShell нам нужно добавлять перед командой ADB точку и наклонный слэш. В общем, все эти команды ввели. Теперь давайте попробуем открыть PlayMarket. Итак, мы его открыли. Давайте попробуем авторизоваться. Открывается он в отдельном окошке. Функционирует как полноценное мобильное устройство. Давайте посмотрим, пустите ли нас с авторизацией после наших манипуляций. Итак, ребята, ну что, все удалось. Как видите, PlayMarket доступен с моего аккаунта. Можем устанавливать различные приложения без проблем. То есть, вот такое вот количество операций нам помогло установить PlayMarket на нашем устройстве, на компьютере с Windows 11. Давайте попробуем установить какое-нибудь приложение ради интереса. Так, управляется он здесь, мышка не очень, клавиатура нормальная. Ну, давайте Adobe установим. Как видите, все уведомления здесь выскакивают. Никаких проблем. Очень удобно, очень комфортно. В общем, такая вот история, ребята. Сегодня мы рассмотрели все варианты, которые у нас возможны для установки Android приложений с Windows 11. И, как вы поняли, что мы с вами можем установить любое приложение для Android и использовать его. Все установленные приложения из PlayMarket открываются также в отдельном окошке и также работают. Как видите, приложение Lightroom работает. Я сюда ничего еще загружать не буду. Я просто показал вам это для того, чтобы вы видели, что все работает. Также в пуске у нас отображаются все установленные приложения отдельным ярлыком. Вот такая вот история. Всем спасибо. Надеюсь, что разберетесь. Конечно же, все это непросто, но разобраться можно. Я думаю, сможет сделать это каждый. Всего вам хорошего и удачи в ваших начинаниях. Субтитры создавал DimaTorzok